Здравствуйте, друзья! Это канал Пластмассовый Енот. Простыми словами о термопласт-автоматах и не только. В этом видео мы научимся настраивать высоту формы. Андрей, расскажи, когда требуется настраивать высоту формы? При замене формы? Да, при замене формы, либо во время работы, когда появляется какое-то бракное изделие в виде облоя, выход материала из формообразующей, либо когда пресс-форма нагревается, расширяется металл, и пресс-форма уже не может сама закрыться. Поэтому надо подстраивать высоту формы. Какие проблемы могут натолкнуть человека на необходимости расстройки? Это облой? Это облой и не закрывание. Не закрывание пресс-формы – это, соответственно, ошибка в контроллере? Да, она скажет. Какая ошибка? Защита пресс-формы. Защита пресс-формы. Высоту пресс-формы можно настраивать двумя способами на нашем оборудовании. Это либо по усилию, либо по позиции. Есть два режима. Называется режим настройки. Позиция и сила. Если нужно настроить ее по позиции, мы выбираем ноль. И в это окошко выставляем высоту пресс-формы, предварительно замерив ее рулеткой. После того, как мы выставим высоту формы, мы нажимаем автоматическую настройку, и до заданной величины она у нас будет ее настраивать, двигать. Задаем 450, задана позиция ноль, и нажимаем автоматическую настройку. Узел смыкания полностью уходит на 450. После того, как высота формы отъехала на 450 заодно, она нам показывает то, что фактически она на 450, и пишет обозначение, что автоматическая настройка формы успешно завершена. Но это не настройка, правильно? Это не настройка, это просто мы подвинули ее до технических ножек. Да. Настройка правильная делается по усилию? По усилию смыкания, то есть параметр усилия запирания, в данном случае, в нашем случае стоит 100 тонн, она будет запирать. Рекомендуется начинать с малых значений. 100 – это малые значения? 100 – это для нашей конкретной трансформы. У нас с заводом-изготовителем столько указано. Но бывает, что завод-изготовитель делает под 60 тонн или под 80 тонн. То есть туда мы задаем то примерное усилие смыкания, с которым форум будет потом работать всегда? Режим настройки меняем на силу, то, что по усилию будет настраивать, и далее тоже мы нажимаем автоматическую настройку высоты. У нас также пишет, что автоматическая настройка формы успешно завершена. После этого можно уже приступать к дальнейшим настройкам самой формы. Высоту формы можно настраивать и вручную. Для этого переходим в новоладочный режим. И на панели управления есть две кнопки – это вперед и назад. А если нам надо подвинуть назад, мы нажимаем назад, столько, сколько нам нужно. Если нам нужно подвинуть вперед, мы нажимаем вперед. А он показывает, насколько мы двигаем, да? Да, вот выставленная высота формы, если мы будем видеть. Я держу, жду. Но это не настройка, это подстройка, правильно? Это подстройка, да. Но также можно и настроить, просто это дольше по времени. Если ты просто знаешь, что тебе надо ее сдвинуть, грубо говоря, на полмиллиметра, да? Да, да, да. Тут какой шахта? Десятка, да? Она сейчас по импульсу будет делать, она считывает импульс. Можно сделать регулировку по времени. То есть, например, если мы зададим по времени… Какое-то время будет гидромотор работать? Да, там, например, в данном случае стоит секунда. Мы нажмем один раз, она одну секунду прокрутит его. А импульс это сколько миллиметров? Это, получается, оборот шестеренок полный. Две десятки. Две десятки. Теперь мы знаем точность регулировки, посмотрите, пресс-форму, наверное, в термопласт-автоматике. И по времени тоже показать. Ставим по времени. Выставлена одна секунда. А сколько можно минимальное время? Ноль обну? Или… Да, нули. Можно вообще ноль поставить. Ноль одну. И на сколько она сдвинется, мы посмотрим. По одной десятке. Ага, даже меньше, чем импульс получается. Да. Значит, можно регулировать до одной десятки. В этом видео мы научились настраивать и подстраивать высоту пресс-формы на термопласт-автомате в разных режимах. Если наши видео вам полезны, поддержите наш канал лайками, подпиской или своими комментариями.